Добрый вечер, чат-активист! Сегодня эфир буду вести я. Мы обсудим все организационные вопросы, связанные с нашей акцией. Очень много вопросов по памперсам, как мы их должны реализовывать и так далее. И давайте поговорим о материнских протестах, о том, что сегодня происходит в стране, про рейды, которые против материи, организованной полицией. И так далее. Скажите, пожалуйста, хорошо ли меня слышно? Спасибо! Ну вот, смотрите, у нас идет масса вопросов про акцию. Первое, что людей интересует, что такое, почему памперс, что какой-то имеет смысл, как-то несерьезно и так далее. Это то, что у нас в чате возникает. Еще возникает вопрос, а что делать с этим памперсом. Также возникает опасение, что это как-то противозаконно использовать портрет президента на памперсе. Также возникает вопрос, где мы это должны делать, каким должен быть этот памперс и так далее. Давайте мы вот сегодня попытаемся со всем этим разобраться. Я прошу активнее вопросы задавать, тогда мы сможем разобраться со всеми проблемами сегодня. Начнем с главного. Мы уже это обсуждали, давайте будем закреплять. Мы используем памперс, потому что это символ несменяемости власти Нурсултана Назарбаева. 30 лет он стоит во главе Казахстана. И за 30 лет, понятное дело, что вы видите, в каком состоянии страна. И такого несменяемого президента нет нигде на всех постсоветских республиках. Везде, так или иначе, в силу тех или иных обстоятельств, либо через выборы, менялась власть. В Казахстане власть не менялась ни разу. Президент, несменяемый 30 лет советского периода, возглавляет Казахстан. И мы выносим памперс именно с этой целью, с этой задачей. Показать, что в Казахстане несменяемость власти уже на протяжении 30 лет. И мы вышли, потому что мы с этим не согласны. С этим, я думаю, все понятно и все нормально. То есть каждому из нас понятно, что памперс – это то, что нужно менять. То, что мы меняем детям на подгузнике. И если их не менять, то, простите, тяжело жить, дышать тяжело, и ребенку тяжело и так далее. Ну, то есть мы все вот эти простые вещи понимаем и сможем объяснять окружающим и нашим друзьям, нашим сторонникам, каким образом и почему мы используем именно памперс. Далее. В каком виде мы используем памперс? Тоже очень просто. Мы можем использовать памперс просто без нанесения каких-либо обозначений. Потому что мы будем стараться в своих роликах распространять эти месседжи через плакаты, через публикации, через новости и так далее. Мы будем постоянно говорить о сути этой акции. Поэтому памперс, он должен будет стать визитной карточкой протеста, так называемой черной меткой для режима, для системы, для власти, для Назарбаева прежде всего. Другое дело, в каком виде мы его вынесем. Поэтому выносить мы его можем абсолютно и пустым, и можем добавить туда креативные моменты, усилить значение этого памперса и нанести туда, допустим, портрет президента, написать слово «шал», написать слово «нур», обозначить там 30 лет, то есть показать несменяемость власти 30 лет, надпись нанести, политиков и подгузники надо менять регулярно. Всё, что угодно, всё, что ваша фантазия вам позволит, всё, что вы придумаете. Но самое важное, не использовать призывы, не использовать оскорбления в адрес Назарбаева, в адрес власти. Таким образом мы сохраним это в правовом поле, эту акцию, и защитим себя, обезопасим себя от нападения со стороны правоохранительных органов. Ну, давайте не будем уходить в такие утопии. Да, знаете, можно в памперсе всё, что угодно положить, но точно не бомбу. Дальше. Вот смотрите, к нам приходят сообщения о том, что наклеить Назарбаева на памперсе, нас будут преследовать, обвинять в том, что мы оскорбили президента. Если мы не используем прямые оскорбления, если мы не занимаемся призывами, то каким образом можно назвать оскорбительным портрет президента, оскорблением посчитать, портрет президента на памперсе? Чисто юридически это не несёт никакой правовой ответственности. Мало ли куда мы приклеим портрет президента. Может быть, он у меня дома в уборной наклеен этот президент. Как хочу, так и использую. Поэтому в этом смысле однозначно мы ничего не нарушаем. И здесь я прошу не накручивать и не устрашать, и не усложнять это всё. Потому что на самом деле с правовой точки зрения мы можем нанести портрет президента. Давайте не будем заниматься вандализмом, просто нанесём портрет президента. Не будем его уродовать, не будем его оскорблять, не будем призывать к насильственному свержению и так далее. Тогда мы в рамках остаёмся. Я прошу админов и волонтёров закинуть образцы, которые у нас есть на этот момент, и чтобы люди видели наглядно. Далее, куда спрашивают, каким образом мы должны и куда мы должны их нести. Ну, в первую очередь и важнее всего было бы нести по адресу, конечно же, в Нуратан. Поскольку мы эту акцию приурочиваем к съезду Нуратана, к тому, что Нуратану исполняется уже 20 лет, понятное дело, что важнее всего и правильнее всего отнести памперсы именно в Нуратан. Это был бы самый сильный месседж, и это был бы самый понятный месседж. Далее, у нас есть места общественные, где собирается очень много людей. Это, как правило, торговые центры, это, как правило, транспорт, рынки, там всевозможные места отдыха, университеты и так далее. То есть везде, где есть люди, где есть площади, например, пешеходные, давайте мы не будем сорить, бросать их под ноги, чтобы это выглядело цивилизованно, чтобы наше движение не уличали в каких-то безумных вещах. Мы сделаем это культурно, мы можем оставлять это на скамейках, мы можем оставлять там, где-то приклеить на деревья, на забор, и оставлять это на прилавках, на сидениях автобусов, так, чтобы памперс как можно много людей могли увидеть на видных местах, чтобы это был сигнал. Если мы хотим быть там гуманными и там как бы помочь кому-то, мы можем раздавать эти памперсы. 27-го числа это будет, опять же, для всех сигнал. Человек раздаёт памперсы, значит, он не согласен с тем, что наш режим несменяемый, наш президент несменяемый, и что власть несменяемая, и Нур-Атан, этот вот действующий партий, захватила всё это уже несменяемое и так далее. То есть вот такие вот вещи в публичных местах аккуратно, так, чтобы было максимально видно, оставляем памперс, и таким образом мы вносим свой вклад. Конечно, было бы хорошо, если бы сразу несколько памперсов можно было раздать. Скажем, если люди могут купить упаковку памперсов, они могут пойти эту всю упаковку раздать, где-то вот разложить в людных местах, тогда эта акция сможет стать массовой. Наша главная задача добиться массовости. Смотрите, теперь мы подошли к 15-му числу. Да, крайне важная дата. Очень важно именно материнский протест пойти вместе с нашим памперсом и показать, что вся проблема как раз-таки в этом. Режим не меняется, эта власть украла у народа всё. Поэтому мы пришли вот с этим памперсом поддержать материнские протесты. Можно и нужно, я думаю. То есть те женщины, которые пойдут, они могут на памперсе оставить послание президенту, свои требования. На каждом памперсе можно по одному требованию писать и оставлять. Любые другие формы, какие только могут у вас возникнуть. В любом случае памперс — это как символ, и его сразу будет понятно, почему. Уже сейчас знают, что мы проводим акцию, уже сейчас идёт реклама, мы уже об этом пишем, рассказываем и так далее. И поэтому уже какие-то люди, какая-то часть общества знает о том, что мы проводим акцию. И будьте уверены, об этом точно знает власть. И, соответственно, когда 15-го числа люди пойдут с памперсами, власть это очень правильно и однозначно поймёт, что это сигнал для них. Что касается куи железа, пока горячо. Мы не будем метаться и делать поспешные движения. Конечно, так совпало. Мы выбрали именно памперс в качестве нашей акции, но тут вдруг по стране начались материнские протесты. Замечательно, это совпало. Мы ударили в самую чувствительную точку, попали правильно. И замечательно, пускай матери используют этот памперс. И можно его использовать хоть каждый день. Но 27-го он должен стать массовым. Поэтому хоть каждый день используйте памперсы. Выносите, показывайте. Во-первых, это очень серьёзно и понятно будет, что тема детская. Тема, которая касается именно родителей и многодетных семей, и мамочек, и так далее. Конечно, памперс — это очень понятный сигнал. И его можно сколько угодно интерпретировать, как угодно интерпретировать. И мы можем использовать его сейчас. И давайте будем привыкать к этому, потому что тогда, 27-го, мы действительно получим массовый всплеск, и общественность нас поддержит. Сейчас быстро отвечу по поводу регистрации партии ДВК в Европе. Мы действительно собрали все необходимые документы для того, чтобы зарегистрировать наши движения и так далее. Но я вам хочу сказать, что нет никаких препятствий для того, чтобы это сделать. Ну вот абсолютно никаких для того, чтобы его зарегистрировать в Европе, для того, чтобы сделать какие-то представительства и так далее. Препятствие только одно — катастрофическая нехватка времени свободного, катастрофическая нехватка свободных людей, рук, которые могли бы эти процедуры, и они довольно много времени забирают довести до конца. Вот мы из акции в акции бежим, и у нас действительно очень большой новостной контент выпускается, работы много. Но мы это сделаем, я думаю, что сделаем в ближайшее время. И я бы хотела к теме материнских протестов. На самом деле очень болезненная тема. И вы знаете, что сегодня начались рейды массовые, и тех женщин, которые выступали на похоронах сестер Ситар, и тех женщин, которые выступали потом на встрече с администрацией города. У нас прошли встречи с администрациями в Алмате, в Астане, в Кентау даже женщины выходили. Вы напомните, скажите, в каких еще городах. Дайте нам, пожалуйста, информацию. Это тоже очень важно. Мы будем это все освещать. То есть волнения эти выплеснулись, и вы видите, что общество реагирует очень активно и очень бурно. И очень много гнева на страницах, в социальных сетях. И действительно невозможно не реагировать, потому что мы видим, что за 30 лет правления Нурсултан Назарбаев не смог решить материнский вопрос. И у нас на сегодняшний день самая обделяемая часть общества, брошенная, униженная и оставленная на произвол судьбы, это именно многодетные семьи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я специально изучала этот вопрос, вот эти дни смотрела, что у нас на самом деле государство предлагает, какие вещи. Конечно, мы все знаем, что пособия крайне мезерные. Почему не решен жилищный вопрос для матерей? Ведь это очень важно. Детей надо где-то воспитывать, а не работать на квартиру, не работать на кредиты, не работать на то, чтобы снимать в аренду и так далее. Нам нужно, чтобы мать могла содержать детей на что-то. Нужно, чтобы она могла их воспитывать, дома оставаться с ними. Поэтому, естественно, должен быть решен в первую очередь жилищный вопрос для матерей. И что мы видим? Какая картина? На самом деле у нас в приоритете по жилищным вопросам матери не стоят, многодетные. В приоритете у нас, как обычно, госслужащие, полиция и армия. И даже там у них, несмотря на то, что огромное количество программ выходит, постоянно об этом заявляет Назарбаев, у нас такая программа разработана, вот такая, вопрос не решается. Людей из раза в раз обманывают. Все структуры общества, все слои общества, социальные группы, все обманывают. Регулярно квартиры практически никто не получает, кроме чиновников. Кроме тех высокопоставленных чиновников, которые у нас сегодня сидят в Астане, занимают министерские кресла, занимают какие-то правительственные места, так называемые корпусы А, Б и всякие народные депутаты. Вот у них с жилищным вопросом проблем нет. Все проблемы жилищные возникают в первую очередь именно внизу, там, где многодетные матери. У нас сиротам даже не дают квартиры. У нас дети из детских домов выходят прямо на улицу, остаются на улицах, снимают времянки точно так же, ютятся где-то на съемных избушках и все такое. То есть вот этот момент, он сегодня и прорвался наружу, потому что так жить больше нельзя. Именно жилье стало такой темой, которая приводит уже к гибели. То есть люди стали жить в таких ужасающих условиях, что они погибают, и что страшно погибают наши дети. Давайте обсудим тех гражданских активистов, которые сейчас есть. Вот пока вопрос есть, давайте я вам быстро отвечу, чтобы не забыть. У нас сейчас появилось очень много гражданских инициатив. Айман Турсенкан — один из ярких гражданских лидеров, который появился совершенно недавно. И она действует очень грамотно. Она разоблачает режим, используя только открытые доступные источники, аналитику своего форсайтингового агентства. Она не занимается призывами, она не занимается оскорблениями и так далее. Она чётко выкладывает пункт за пунктом всё, что власть натворила за эти годы, сколько она украла, как она действует и почему наша модель государства такая безнадёжная, воровская и так далее. То есть причины проблем всех этих указывает, и указывает это в цифрах. Отсюда такой большой интерес к её деятельности. Я очень далека от мысли, что государство заинтересовано в том, чтобы показывали факты. Поэтому то, что делает Айман Турсенкан, это, конечно, крайне смело. И это правильно и хорошо, что у нас появился такой вот человек, который занимается этим. Но, к сожалению, у Айман есть одно большое заблуждение. Она считает, что можно оставаться вне политики, оперируя такими цифрами. Она считает, что можно оставаться вне политики, собирая и разоблачая власть вот такими способами. Всё равно, к сожалению, ей придётся рано или поздно столкнуться с тем, что она в политике. Так же, как сегодня, пришлось столкнуться с этим явлением нашим многодетным мамочкам. Многие, наверное, знают, были созданы чаты материнские, в которые собрались активные женщины, активные многодетные матери. И первое, что они там сообщали друг другу, мы вне политики, политику сюда не мешайте. Мы только хотим, чтобы государство дало нам вот это, вот это и вот это. Перечисляют требования, так же, как Айман Турсенкан, перечисляют требования, экономические требования, социальные требования. Вот то же самое сделали наши мамочки. Что произошло? Начали за ними гоняться, начали им предъявлять обвинения, угрожать. Угрожать тем, что они покушаются на президента, на конституционный строй, так же точно, как в Сайгулях Берде это был. И что получается? Сегодня та самая известная женщина, которая выступала на похоронах у сестер Ситер и дальше встречалась с представителями администрации. К ней сегодня пришел полицейский. Как вы думаете, естественно, она уже в политике, она это поймет и поняла это уже сегодня. И каждый, кто пытается защищать свои права, немедленно попадает вот в эту зону политическую. Сколько бы мы ни отрицали, что мы вне политики, все равно это происходит. Потому что других методов разрешения вопросов у этого режима нет. Они ничего не способны решать социальным путем, они ничего не способны решать административным путем. Они занимаются только силовыми репрессиями. И поэтому все мы рано или поздно переходим эту черту, и мы все становимся политиками, политическими активистами. Я хочу сказать, что вы должны обратить внимание, бурлит вся страна, не только Айман Турсенкан. Смотрите, адвокаты объединились и требуют отставки в своей части. То есть там они предъявили, ну сейчас я боюсь ошибиться, но кому-то там из своих судебных органов предъявили требования по отставке. Но что важно в этом моменте? Важно, что они объединились. Важно, что они создают сообщество и двигаются все вместе. Смотрите, хороший признак — это гражданские объединения. Дальше. У нас вчера выступили в Карачаганаке рабочие. Немедленно купировали вопрос, немедленно решили, приняли решение, удовлетворили требования рабочих. Мы будем смотреть за этими событиями, наблюдать, как они развиваются, обманут людей или действительно дадут им то, что они требуют. Но это тоже хороший признак. Мало того, что люди научились объединяться, выходить и требовать, власть на них немедленно реагирует. Обратите внимание, с матерями собирается встретиться баха султанов 15 числа в Астане. То есть Аким города готов принять женщин. Если репрессивный аппарат не готов принимать эти вещи, не готов, то есть они немедленно занимаются репрессиями, то там Аким вроде бы как заявил, давайте встретимся, поговорим. Понятно, что всё равно это всё одна модель, одна власть, одна рука. Но тем не менее, после гибели этих пятерых сестрёнок, вы обратите внимание, везде администрация встречается с представителями общественности. Продолжение следует... 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 такой вопрос сегодня в комментариях что обещает двк первое это будет совершенно другой образ жизни то есть это старт будет для всего населения первое что мы сделаем мы спешим все ипотечные и потребительские кредиты в течение полугода банки разберутся с этими процедурами и народ освободят от долгов это важно второе у всех во всех направлениях во всех отраслях во всех социальных группах населения вырастут зарплаты вырастут доходы то есть это уже будет население без долгов и с высокими доходами мы помним что у нас экспортные групп предприятия они будут зарабатывать очень большие деньги рабочие с самого начала не только рабочие там просто на экспортных предприятиях мы сразу в первую очередь поднимаем зарплаты далее как только у нас наполняется бюджет мы начинаем распределять повышать зарплаты бюджетникам врачам учителям и так далее то есть доходы населения вы помните что у нас высокие доходы и у полицейских и у военных доходы населения будут расти это сразу все почувствуют ко всему к этому материнские деньги деньги которые мы планируем социальные пособия которые запланированы для детей они тоже высокие они в разы выше того что сегодня предлагает государство например единовременное пособие в государство там не более 200 евро у нас это 400 евро кроме того мы предполагаем выплачивать пособие ребенку до семи лет в отличие от государственного пособия она у нас до 80 евро ежемесячно на каждого ребенка плюс естественно поскольку у нас бесплатное образование бесплатная медицина предусмотрена нашими программами кроме того мы возвращаем в школу питания на сегодняшний день у нас по программам бесплатные детские сады начиная с трех лет это все в совокупности наш пакет материнский будет выглядеть совершенно по-другому наша многодетная мама сможет позволить себе находиться дома воспитывать детей она будет иметь и жилье и доход нормальный дети смогут бесплатно посещать все учебные заведения бесплатно получать лечение и дети и родители и вот эти вещи сегодня важно очень распространять там где мы будем встречаться там где у нас есть чаты материнские так далее вот например группу вот эту группы в телеграм закрыли девушки там побоялись работать или что создавайте активнее создавать и вовлекать этих людей в комментариях везде пишите рассказывайте эту информацию нам сегодня нужно использовать эту протестную активность населения протестную активность матерей наших потому что любые вот эти формы они действительно оживляют общество вы сейчас посмотрите какая активность идет в обществе мы это видим по просмотрам на наших каналах мы видим по комментариям мы видим потому что сегодня пишут сми даже сми у нас сегодня ходят и назарбаевские сми они отзываются на эту тему очень серьезно очень широко и везде идут широко освещают то что происходит в среде многодетных матерей то что сегодня иницифируют многодетные матери вы понимаете что назарбаев он совершает ошибку когда он сегодня замахнулся на женщин когда он сегодня замахнулся на матерей многодетных тем более матерей на обездоленных он конечно же совершает чудовищную ошибку каждый полицейский который сегодня идет и так сказать пиная двери этим матерям многодетным он себя чувствует последним человеком на земле потому что он понимает какое зло он несет и в какой дом он это зло несет понимаете и сегодня у нас на изломе все на самом деле у нас на изломе и суды и судей вернее и полицейские люди которые постоянно вынуждены заниматься несправедливостью устраивать беспредел по отношению к своим гражданам они будут это чувствовать и понимать и каждый из них сегодня в душе носит сомнения каждый из них сегодня в душе носит ненависть к этому режиму ненависть к себе ненависть к тому что он делать вынужден понятно что это самое лучшее время для того чтобы сегодня набирать сторонников отовсюду из полицейских из военных и судебных корпусов и так далее то есть везде сейчас люди обострены внимание у всех обострены они все смотрят на то что происходит в стране все активно наблюдают за тем что делаем мы мы активисты двк наш актив мы сегодня должны стать наиболее активными мы сегодня должны распространять наши программы наши цели наши социальные и экономические программы активно и рассказывать какие как изменится страна с приходом двк это самый лучший момент для того чтобы обрести сторонников потому что страна стоит и раскачивается этот режим раскачивается очень сильно этот режим сам себя сегодня губит и такие ошибки которые делает назарбаев преследуя матерей они как правило приносят сторонников нам они принесут нам сторонников потому что мы стоим на обратной стороне мы стоим на светлой стороне на стороне справедливости и правды и мы сегодня этот момент должны использовать очень разумно если мы хотим создать группу вот сейчас меня спрашивают по созданию группы ну во первых наши админы могут рассказать как зарегистрировать виртуальный номер давайте будем это делать на виртуальные номера создавать группы под вернее регистрировать аккаунты на виртуальные номера и создавать группы под вот такими никами которые невозможно будет найти создавайте группы на русском на казахском языке открыто пишите что это материнские группы открыто туда скидывайте наши программы скидывайте туда наши пособия и так далее тогда это будет работать везде можно это открывать и ватсапе можно открывать и в telegram можно открывать можно найти способ инкогнито создать группу в любом мессенджере у нас например даже в этом фейсбуке можно создавать прозрач секретные чаты и так далее и заниматься там рассылкой но лучше всего конечно использовать telegram потому что это самая защищенная площадка и лучше всего делать это с виртуальных номеров и у нас есть инструкции я прошу админов прям сейчас эти инструкции выбрасывать показывать людям как зарегистрировать виртуальный номер чтобы себя обезопасить и 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 я еще хочу попросить поддержки вашей активистов консолидироваться и активно помогать нам с нашими каналами Дело в том, что нас постоянно очень серьёзно атакуют, атакуют оплаченные Нурботы. Им удаётся чего-то добиваться, потому что их много, они массово налетают и блокируют аккаунты. Вот, например, сегодня мы запустили аккаунт Мухтара Аблязова, третий уже. До этого два аккаунта были уничтожены, то есть их атаковали Нурботы, а Инстаграм их заблокировал. Вот нам сегодня очень важно поддержать аккаунт Мухтара Аблязова и жаловаться на те фейковые аккаунты, которые нас создавали боты. Мы выпустили специальные публикации, и я вас очень прошу активно в этом принять участие для того, чтобы убрать с площадки все фейковые аккаунты. Давайте мы тоже будем вести нашу организационную работу все вместе, для того, чтобы информационная площадка тоже была эффективной. Спасибо. 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 И я еще хочу попросить наших активистов такую форму поддержки, скажем так, нашего движения, наших программ и так далее использовать. Мы видим, что очень сильно политизировался Инстаграм. Вот эта социальная сеть, она наиболее массовая сегодня, и такая же массовая социальная сеть YouTube. Очень важно оставлять комментарии. Очень важно оставлять комментарии в тех пабликах, где сегодня находится очень много людей, которые не вовлечены в нашу целевую аудиторию. Те люди, которые, так сказать, не из политики. Есть у нас популярный аккаунт и у артистов, у всяких моделей там и так далее, где собирается молодежь. Вот нашу молодежь надо учить. Давайте мы будем там корректно, грамотно и очень эффективно оставлять комментарии. Те, кто умеет, давайте на русском, на казахском языках оставлять комментарии, вовлекать людей оттуда. Оставляйте ссылки на канал 1612, ссылки на наш чат. Распространяйте это активнее, тогда у нас будет приток сторонников. Мы уже сейчас видим, что идёт большой приток, и на наш канал идёт большой приток. На все наши каналы увеличились подписчики на всех наших каналах. И это всё благодаря тому, что какая-то часть нашего чата активно вовлечена в эту работу. Но чем больше нас будет вовлечено в это совместное продвижение, тем лучше будет для всех наших каналов. И, соответственно, мы быстрее наберём сторонников. Сейчас у нас очень острое время, все взоры людей обращены именно к демократическому выбору Казахстана, потому что знают, что мы генераторы перемен. Именно мы генерируем все акции, все протестные движения основные по стране. Именно мы генерим их как общеказахстанские. Мы делаем так, чтобы весь Казахстан выходил с единой целью на площади и так далее. Поэтому сейчас все взоры обращены к нам. И, пожалуйста, давайте мы будем людям помогать в этом. Как можно больше людей с других площадок, которые ещё не знают о ДВК, с тех площадок, где не принято говорить о политике. Давайте мы туда будем заходить массово и массово оставлять там комментарии, чтобы люди переходили к нам и подписывались на наши каналы. Друзья, по-прежнему столит проблема именно с казахоязычным контентом у нас. И я вот пользуюсь тем, что вы сегодня в эфире. Хочу ещё раз напомнить, что нам нужна команда, которая сможет делать видеопродакшн на казахском языке здесь в Украине. Казахоязычный диктор, казахоязычные видеомонтажёры, казахоязычные режиссёры монтажа, сценаристы, журналисты. Вот такая команда нам сегодня нужна, казахоязычная. Мы готовы здесь, в Украине, помочь им устроиться и так далее. И у нас есть возможность встроиться сразу с этой командой в наши новости, для того, чтобы мы могли как можно быстрее запустить новостной контент, видеопродакшн на казахском языке. Все, у кого есть такие знакомые, все, кто сам занимается профессионально журналистикой, телевидением и так далее, обращайтесь ко мне, обращайтесь к Мухтару Аблязову. Давайте мы будем это обсуждать, потому что нам нужно найти именно команду. Человек пишет, сколько раз жаловался, не помогло. Давайте я вам скажу, есть такой секрет, почему именно у ботов получается, да? Потому что они это делают одновременно, в одно время. Я прошу наших админов научиться таким временем управлять. Вот смотрите, если мы договариваемся, что мы, допустим, в определённое время заходим и жалуемся одновременно на один канал, который, допустим, сейчас создан. У нас четыре фейковых канала создали под Мухтара Аблязова в Инстаграм. Мы договариваемся, раскидываем ссылку, на какой именно канал. Можем сразу на все четыре. Одновременно заходим и жалуемся. То есть если мы это делаем в один период времени, скажем так, в течение получаса, тогда будет точный эффект. И эффект будет максимальный, немедленный, стремительный. Админы, давайте сделаем это таким образом. Сделайте объявление. Научитесь заходить в определённое время ежедневно и бить ботов именно таким способом. Ещё обращение к вам по поводу того, что сейчас происходит у нас повсеместно, где-то что-то вспыхивает. Я очень прошу активно реагировать и присылать нам видео. Люди, которые смогут поехать на встречу с Бахтем Султановым, пожалуйста, снимите хорошие видеокадры, снимите, держа камеру не вертикально, а горизонтально, для того, чтобы мы могли использовать в новостях ваши кадры. Это всё всегда очень важно. Везде, где происходят какие-то события, где-то происходит какое-то там мероприятие общественное и так далее, вы присылайте нам эти кадры, чтобы мы могли видеть. Вот сейчас в связи с этой активностью и с большими проблемами, которые сегодня озвучивают женщины, матери, администрациям и так далее, вот там будет большое скопление людей. У кого есть возможность, пожалуйста, присылайте нам видеоматериалы, фотографии, описание, что происходило там и так далее. И мы всё это будем оперативно транслировать в наши новости, делать специальные выпуски. И тогда смогут о том, что происходит на самом деле, узнать большое количество людей. Мы с вами знаем, как информация работает на нас. Чем больше мы даём оперативной и важной, острой информации, тем лучше. У нас сегодня на всех пабликах вышли посты со ссылками на эти аккаунты. Пожалуйста, зайдите на 1612 в Инстаграм. Там есть такой пост, я прошу админов кинуть сейчас этот пост из Инстаграм, да, или с 1612 из Телеграм, там тоже такой пост дублировался. И в нём есть ссылки на фейковые аккаунты Мухтара Аблязова. Давайте мы будем как-то определяться, покажем, какие именно аккаунты надо блокировать, и договоримся о времени блокировки. Мы можем это сделать прямо сейчас. Если сейчас немедленно каждый из вас зайдёт на этот аккаунт и оставит жалобу администратору, сообщит, что это фейковый аккаунт, его могут заблокировать прямо сейчас. Если мы силой, политическая сила, мы можем это сделать. Продолжение следует... И давайте подведём итог по поводу памперсов. Мы, в принципе, можем использовать памперс хоть с этого дня, хоть ежедневно. Наша главная задача – показать этот памперс, что мы вот именно с памперсом выходим на протест 27 числа. И если мы начнём уже сейчас использовать памперс, мы можем его публиковать в социальных сетях, мы можем выходить уже на улице где-то, оставлять, делать пробные шаги и так далее. Потом делитесь с нами, какие вы видите формы, свои предложения и так далее, как это эффективнее сделать. Но самое главное, чтобы мы добились массовости именно 27 числа. Чтобы 27 числа всем стало понятно. Это власть несменяемая, и народ с этим не согласен. И вот эти все формы давайте будем уже сегодня начнём экспериментировать. Самое главное, 15 числа люди, которые пойдут встречаться с администрацией Астаны и в других городах, если будут возникать такие протесты, используйте наши памперсы. Друзья, я завершаю свой эфир. Если есть какие-то вопросы по акции и так далее, вы давайте будем обсуждать это в чате, задавайте эти вопросы. Вообще все вопросы, как мы договаривались, всё, что требуется делать и так далее, давайте мы все эти инициативы будем обсуждать в чате. Если нужно ответить на какой-то вопрос, вы меня, пожалуйста, тегайте, я всегда приду и отвечу. Может быть, не сразу, но отвечу обязательно. Всем всего хорошего, всем успехов и запасайтесь памперсами!